Воу, да это же зашкварный Джеймс Ван, Аквамен, Форсаж, Астралы, Заклятие. Чем он может удивить? Еще одним скримером? Не забывайте, что в начале карьеры Ван выкатил пилу, заслужив звание мастера пыточного прона. А на Заклятиях и Астралах тонко подстроился под спрос зрителей, выдавая скримеры когда надо, подавая сюжет вкусно и занятно, заморачиваясь техническими составляющими, развиваясь, не деградируя, и изобрел новый жанр – скримера Параша. На Форсаже с Акваменом он смог управиться с крупным бюджетом и огромной командой, еще больше подточив профессионализм. И что делать такому мастеру дальше? Аквамен 2? Костыльванию? Да, но сначала кинцо для души. Ради удовольствия. Ради смеха. Ради веселья. Встряхнуть навешанной публикой за последние 10 лет ярлык метро паранормальных ужасов и стряхнуться самому. Доказать всем, а в первую очередь себе, что в состоянии снять нетипичное кино, использовав что-то совершенно типичное. Меня зовут Психотроник и это обзор на фильм «Злое». Злое строится по канонам мусорных фильмов из 80-х. Эпичная завязка. Интригующее развитие событий. И ближе к финалу перекат в дикий трэш. Но что отличает Джеймса Вана от аналогов? Почему его фильм стоит смотреть, а какой-нибудь в этом месте вставьте в первый пришедший на ум трэш за последний год? Нет. Примерно по той же причине, почему работают первое и второе заклятие, а третье нет. Ван знает, как устроен жанр. Понимает, чем можно удивить одновременно и непритязательных зрителей и олдов. Титанов, хоррор тематики. Сразу скажу, что я себя не причисляю ни к тем, ни к другим. Нечто среднее. Поэтому вкратце поясню, как вижу происходящее на экране. Спойлеров не будет. Пересказы сюжета тоже. Я прекрасно понимаю, кто смотрит обзоры фильмов. Не трэш-обзоры и не пересказы, не рецензии и не анализ, а именно обзоры. Сомневающиеся. Кто, с одной стороны, вроде как заинтригован сюжетом, трейлером, постером. Только посмотрите, какой крутой постер. Знакомыми актерами в касте, тем же Ваном. Но, с другой стороны, не готов пожертвовать драгоценные 1 час 50 минут на что-то, о чем будет потом жалеть. Сидеть потом 1 час 50 минут и плакать. А потом еще 1 час 50 минут писать гневную рецензию. Солидное время набегает. Нужно нечто, подталкивающее к просмотру. Последняя капля. Стимул купить билет. Или нажать на кнопку смотреть. Или кнопку скачать. Волшебный пинок. В общем, понятно, да? Видео для вас. Чем примечательно злое, так это сплетением трэшовых моментов, какие можно увидеть только в бэшках и плохом кино с эпикой. Съемка с вертолета. Технически сложным пролетом камеры над декорациями с переходом на следующий этаж и возвращением обратно. Выдающимися операторскими приемами. Высокобюджетные кадры. Тут плечом к плечу вот с этим. Или этим. Или этим. Плохая игра актеров. Например, полицейских. Ляпы. Например, на сообщения о странных криках слетаются десяток машин полиции и вертолет. Страшная музыка, которая достигает пика в абсолютно не страшный момент. Все это признаки трэшанины. Второстепенные персонажи в ужасах 70-х, 80-х всегда плохо играли. Ляпы тоже всегда присутствовали. Музыка также не всегда соответствовала происходящему. Злое утрирует эти и другие знаковые элементы и преподносит как дикий китч. Но преподносит осторожно, чтобы, не дай боже, никто не подумал, что так сделано ненамеренное. Китч не китч, а кино говно. Иван скатился. Ван и без этого скатился. С малобюджеток до кинца за 160 миллионов про человека рыбу. Суть вот в чем. Каждый плохой компонент сопоставляется с чем-то хорошим. Например, игра второстепенных персонажей уравнивается годной игрой ГГ. Показать, что смотри, я вижу разницу. Единичные ляпы уравниваются структурой сценария. Типа, смотри, я знаю, как рассказывать истории. Могу слепить по красоте, даже из таких элементов. Страшная музыка ничем не уравнивается. Чем ее уравнять? Не веселой же. Хотя треки в стиле пилы в наличии. Тут сам факт. В обычных хоррорах ты не придаешь особого значения музыке. Она есть, неплохая, вот нарастает, сейчас что-то будет. Скример и спук. О, как же хорошо. Взлом на твою головушку, выработавшую определенные рефлексы, давят теми же лампочками, если вспоминать собаку Павлова. Но они зажигают одновременно, как ты привык, а по одной. Музыка нарастает. Ничего. Тишина. Ничего. Скример. И ты такой, а че, в смысле? Совершенно другие впечатления. Но подходит вышеперечисленное для искушенных фанатов хоррора. Кто устал от однотипных штампов и ходов, типичных приемчиков, ремейков, сиквелов, копий-копий. В общем, для тех, кто устал. А те, кто не устал и только начинают свой путь знакомства с ужасами. Что интересного они могут тут найти? Ну, во-первых, их в зал не пустят. А так, вплетенные элементы экшена и комедии сделают знакомство с новым жанром максимально комфортным. Трэшовость и неадекватность засядут приятными моментами в памяти. Еще неделю будет, что обсудить с одноклассниками. Вспомните «Зловещие мертвецы». Сколько человек посмотрело их, как свой первый хоррор, и сколько приобщилось к жанру ужасов. Хотя, по сути своей, это то же самое. Китч и кэмп. Вторая часть, по крайней мере. К слову, Сэм Рэйми неплохая аналогия с Ваном. Устав от пауков, крупных студий, продиктованных творческих решений и всего этого, он решил отдохнуть и запилил «Затащи меня в ад», где скомбинировал свои любимые приемчики, темп повествования, все, что отточил за столько фильмов и просто повеселился в свое удовольствие. Потом повеселился на Аэше против «Зловещих мертвецов», снимая одну серию дольше, чем другие люди «Остатки сезона», чем чуть снова не загнал Брюса Кэмпбелла в могилу. Но это уже совсем другая история. У Ваны несколько сложнее. По его словам, он не только хотел подчилить на съемочной площадке, но и сменить курс. Сначала он был мастером пыточного порно с пилой, потом стал мастером паранормальщины с заклятиями и астралами, мастером людей, рыб, как Лавкрафт. Теперь хотел стать мастером чего-то еще. Мастером Джалла. Да-да, не смейтесь. Вдохновение для злого он черпал в таких фильмах, как «Травма», «Феномен», «Призрак оперы» Арджента, «Воскрешая Кайна», «Бритва», «Брайана де Пальма» и «Холодное сердце» Диснея. Про последнее даже не спрашивайте. А влияние Арджента и его подражателя де Пальма вот в чем. Загадочный убийца. Изощренные сцены смерти. Правда, показанные не глазами убийцы, а глазами главной героини. Руки в перчатках. Безумие происходящего. Финальный твист. Но он берет эти характерные особенности за правила, которые обязательно нужно нарушить. К кожаным перчаткам бонусом у убийцы еще и кожаный плащ. Но когда узнаешь, что скрывается за этими атрибутами, становится просто весело, поверьте. Взгляд на убийство глазами главной героини, которая переносится на место преступления, застывая в одной точке, не в состоянии пошевелить конечностями. Стены, пол и потолок трансформируются в другие интерьеры. Неплохой эффект, кстати. Но объяснение этому тоже веселит. Финальный твист выпадает не на концовку, а на последнюю треть фильма. То есть раскрывается личность убийцы, все другие детали прежде не совсем понятные. Вроде все ясно, титры, конец, всем спасибо за внимание, но нет. Ван берет и начинает играть с новыми фактами. Именно играть. Все происходящее ничем иным, кроме как клоунадой, не назовешь. И это неплохо, как может прозвучать. От экрана просто невозможно оторваться. Скажу даже больше. Финальный твист становится очевидным еще на середине фильма. Для особо внимательных еще в прологе и на начальных титрах. Для просто одаренных еще при взгляде на оригинальный заголовок. Малигнант, что буквально переводится как злокачественный. Опухоль, удаление, отделение букв в начальных титрах. Понимаете, да? Но даже несмотря на это, интрига все равно сохраняется. Зная весь сюжет, фильм будет интересно посмотреть и второй раз, обращая внимание на другие, менее очевидные детали. Не так интересно, как в случае, например, с шестым чувством, но и не так скучно, как дьявол, когда знаешь, что убийца бабка. Зрители, я просто уверен, поделятся на два лагеря. Те, кому фильм зайдет еще как. Благодаря вкраплениям юмора, мишанине, ашке с бэшкой и балансировке на грани заштампованности и новаторства, серьезностью двух первых актов вкупе с безумием третьего. И те, кого от фильма будет выворачивать. Подход к нему несерьезный. Детали намеренно непроработанные и утрированные. Вспомните, 10 машин и вертолет ради обычной поножовщины. Актеры играют актеров, играющих персонажей типичных B-movies из 80-х, что может сказаться на восприятии. Сам убийца поражает своей абсурдностью. В общем, те, кто ждет и настоятельно требуют от фильмов логики. Те, кто любит смотреть киногрехи, чопорные псевдоангличане, прихлебывающие чаек из маленьких чашек с моноклем на выпученном глазу, из книжечкой макки в руках, ожидающие подробно прописанных характеров персонажей, литературных диалогов и четкой мотивации всех действий. Вот вам фильм не зайдет. Еще не зайдет тем, кто посмотрел трейлер, не выдающий основные моменты фильма и ведущий по ложному следу, напридумывал весь фильм у себя в голове, приходят в кино, а там совсем другое. И они сидят такие, а че в смысле, где призраки, где экстрасенсы, это же Ван, мы так любим астралы, заклятие, нам же в трейлере обещали, ух сука. И бегут писать гневную рецензию, ставить единицу, занижая рейтинг. На АМДБ он, кстати говоря, искусственно завышен, куча свеженьких аккаунтов, десятки в коротких рецензиях ни о чем. Как-никак Ван все-таки сошел с ума после тестовых показов и решил подогреть интерес потенциальных зрителей всеми способами. А я надеюсь подогрел ваш интерес. И давайте, дерзайте, покупайте билеты в кино смотреть одно удовольствие, качайте на трекерах, дома посмотреть тоже норм, смотрите в ВК, делайте что угодно, но уделите пару часов своего времени детективному экшен-хоррору с элементами комедии в фильму зло. А с вами был Психотроник. Ни в коем случае не подписывайтесь на канал, потому что мы тут деградируем. Пакек!